Путь к победе занял для Оксаны почти полтора года. Все началось, когда недавно переехавшая из реки девушка пришла во вторую школу и показала себя как способная ученица интересующейся историей родного края. Попав на региональный этап Олимпиады, Оксана Сергеева выработала свою победную стратегию. Даже если ей не удавалось правильно решить задание на дорожках, в качестве теоретика Устюжанка зарабатывала больше всех орденов, отвечая на вопросы, с которыми не справлялись другие участники. Затем Устюжанка отправилась в Москву, где также проявила себя как знаток истории. Она уже готовилась к финальной игре, но из-за ограничительных мероприятий ее отменили. Нам предложили написать сочинение на тему «Великий и страшный был 1945 год». И вот буквально несколько дней назад нам объявили результаты, и в числе 12 победителей оказалось... О том, что не удалось еще раз побывать на дорожке, Оксана, конечно, жалеет. Очень хотелось еще раз пережить азарт игры. Впрочем, сейчас она радуется победе, одержать которую помогли не только собственные знания и усердия, но и поддержка учителей второй школы. И, конечно же, мамы Валентины Боисовны. Именно она поддержала интерес девушки к истории. Если мы где-то, например, там сидимся и разговариваем, она начинает мне рассказывать про правления царей и так далее, про исторические какие-то события. То есть я вижу, что действительно это ей как бы ее увлекает, ее занимает, ей это интересно. Сначала мы, конечно, старались распределять вот этот материал буквально по дням, а потом она уже готовилась все самостоятельно. Сейчас Оксану ждет еще одно финальное испытание – ЕГЭ. Помимо основных предметов, она решила сдавать экзамен по истории. Девушка волнуется, но в своих силах уверена, ведь уже осенью она станет студенткой МГИМО. У нас есть возможность поступить без экзаменов МГИМО на факультет журналистики и на другие факультеты, набрав не менее 75 баллов по профильному предмету, то есть это либо история, либо общество знания. А на журналистику можно поступить без экзаменов, потому что тот предмет соответствует профилю Олимпиады. За успехами Оксаны Сергеевой у Стюжани следили больше года, а сейчас поздравляют ее с победой. Но несмотря на то, что девушка скоро уедет в Москву, ее имя мы еще обязательно услышим. Максим Театрович, Слав Голиков, телеканал Русский Север.